Привет зритель! Вот мой новый друг. Скарлет комфорт USB вентилятор, USB фан. Настольный USB вентилятор. Провод тут 1 метр. Гарантия на него год. Я его покупала на Озон за 447 рублей. Артикул оставлю в инфобоксе и закрепленном комментарии. Это настольный USB вентилятор. Диаметр 10 см. Диагональ 4 дюймов. Питание от USB сети 220 Вт. Сетевой адаптер в комплект не ходит. Я проверяла вчера его на базе выдачи Озон. Мне девушка предоставила адаптер. Я его проверила. От сети он все прекрасно работал. Высококачественная защитная решетка. Вертикальная регулировка 180 градусов. Металлический корпус и лопасти. Мощный 2,5 Вт. Цвет черный. То есть он питается не от аккумулятора, а напрямую от сети. У меня был вентилятор беленький. В прошлом году он перестал работать. И он используется, там будет подсветка, как бы фонарик и вентилятор. Я его сейчас использую на балконе, просто как фонарик. Тут он какие-то хренатенькие. Прямо аж написано, как его можно разобрать. Ну, на самом деле, я думаю, это не для разбора, а чистое что и что. И он включается в сети. Там есть ножовки. У него как бы в кул выкол. Я не сразу это заметила. Сначала в окно, думаю, что же он не работает. Потом увидел, что там как бы есть что-то такое. Ну, тут как бы гарантийный талантчик. Он вот такой маленький. У меня где-то вроде как вода была, мне показалось. Он, правда, металлический. Тут у меня был пластиковый. Он не падал, ничего, но однажды перестал работать. Покрутился и даже, я думаю, что он разрядился. Но, видимо, его срок годности в этом плане вышел. Вышел. Вот. Для чего эти штучки, не знаю. Может быть, чтобы он тут не скользил по столу или еще как-то. Что они какие-то вот. Ну, да, его еще, так понимаю, можно подвесить при взорвании. Не знаю, что это. Оставлю пока там. Они все как бы с разрезом. И, видимо, их можно как-то нацепить, чтобы... Может, не царапал стол или еще что-то, но... У меня силы не хватает их нацепить. Гвоздики раскручиваются. Скажет комфорт. Да, вот, он помещается в руку. Мне, конечно, уже высказала родня, что он как бы, ну, такой маленький. Типа, за хрена тебе такой маленький. Лучше купить на полный. Но у меня есть ушка, которая может, вот он так может. Может, и вот так. В общем, вокруг своей оси, по сути. Сейчас я тут телефон соединю временно. Ну, вот он работает. Вблизи так вообще кайфово. Тот у меня был посильнее, конечно. Тот пластиковый, китайский. И побольше был, ну... Что-то я так посмотрела, он мне понравился. К тому же я в отзывы посчитала, что он металлический. У кого-то он просто вот смахнули со стола, он упал. Но ничего с ним не случилось. Я подумала, что пусть будет такой небольшой. Это просто даже на кухне работает над ноутбуком. Хотя, вот если вот так поставить. На себя направлять, то вот с такого расстояния тоже, ну, видно, по волосам. Вот от себя то уже вот как-то не очень, не чувствуется. А на себя очень даже. В общем, если вы ищете какой-то небольшой вентилятор. Как раз на такую жару. У меня сейчас на кухне 28 градусов, так просто жуть. При том, что окно было открыто, и я как бы особо-то и задом не пользовалась, ничего. И у меня за навешанным, за недавнего времени, окна были от солнца как раз. Плюс у меня солнечная сторона. Ну, в общем, очень тяжело, на самом деле, по такой же деревне. Я была, у меня в доме беремянном, было 23 градуса максимум. Если на улице плюс 32. В среднем было где-то вот 16-19 градусов. В городе, конечно, с этим проблем на вас-то. Вот такая штучка. Если у кого-то из вас есть подобный, то можете поделиться со мной своим мнением насчет его использования. Если хотите поддержать канал, то где-то вот облачко. И я вам скажу спасибо. Ну и пока. Всем прохладной погоды. Пожаре. Пожаре.